Я, простите, что процитирую при вас Михаила Задорнова, но в конце 80-х, да, мы не будем говорить о его сегодняшних взглядах, но в конце 80-х он сказал прекрасную, на мой взгляд, фразу, он сказал, что единственный правильный лозунг у нас на всех станциях метро висит – выхода нет. Выход есть или выхода нет? Ну, во-первых, Задорнов, как всегда, позаимствовал чужую шутку, ну, так-то, для справки, вот, ну, у каждого свои способы работы литературные, у Задорнова такие, он заимствует. Художественно? Очень художественно, но буквально, дословно. А вот, выхода, это, мне кажется, что, ну, это, так сказать, смешная, кстати говоря, это почти не шутка. Вы знаете, что, нет, вы знаете, что, когда, ну, я, по крайней мере, слышал, может быть, это байка, что когда в, то ли Америка, то ли, может быть, там, Англия, когда заменили, заменили табличку выхода нет на выход с противоположной стороны, уменьшилось количество суицидов. Я, это, по крайней мере, это красивый продукт, потому что человек в каком-то, там, таком пограничном состоянии, вот такая табличка может его навести до каких-то... Сработать. Может сработать, да. Кто-то успехнется, да, а кто-то воспримет как указание к действию. Так вот, штука в том, то есть в том, что я говорил в этой самой табула раса, в этой пустой табличке в голове у новорожденного, в этом есть некоторая безнадега, с одной стороны, с другой стороны, в этом есть и надежда. Как посмотреть? Если бы человечество могло накапливать опыт, то все бы мы были Сократа и Монтени, мы все. Человечество состояло бы Сократа и Монтени, потому что ничто бы не исчезало, да, и каждая новая вершина человеческая, вершина духа, вершина интеллекта, она поднимала бы остальных, как вы сказали про дождь. Ну как, ну это Монтени же уже все написал, и Сократ все написал, да, да, и Декарт все сказал, и мало ли кто еще. Все было уже сказано, ну просто прочти и прими к сведению, начинай так жить. Не получается, потому что Монтень сказал и умер. А первый канал продолжает говорить. А тот, кто родился в день, когда умер Монтень, ему это не передалось, да, этой матрице никому не передалось. И у него будет такая голова, которую сформируют его родители, да, а родители Монтень не читали. Вот тебе и все. И Монтень, да, как говорил Аристотель, до всякого Монтени, известно, известно немногим. Известно, известно немногим. И каждый раз человечество на этих грабли, так сказать, прыгает. Вроде бы, ну уже проходили, ну вроде бы, но это известно немногим. Эти грабли видят десятки, да, а прыгают они к десятке миллионов, потому что они не видят этих грабель. Так вот, с одной стороны, вот такая безнадега, что вроде бы как и Монтень не в кассу, да, и Монтень не в кассу, и Сократ не в кассу, и никто не в кассу, да. И Монтень сложнее, чем Жириновский, да. А надо проще быть. Любой демагог имеет большие шансы, разумеется, на мягкие мозги воздействовать, да. И, конечно, если к толпе выпустить одновременно, там, Жириновского и там философа Померанца или Мамардашвили, то у Мамардашвили нет никаких шансов, конечно. Потому что у него нет просто того понятийного аппарата, который нужен для того, чтобы, да, Жириновский его с толпой переигрывает. Поэтому вот эта пошлость, это вульгарность, а вульгар, да, народная. Востребована. Это означает всего лишь, да, народность, вульгарность. Всего лишь. Это вот оно и есть. Конечно, больше шансов у демагога. Поэтому, да, что в Руанде, что в России, что в Китае, демагог, везде, что в Америке, имеет больше возможностей. Спасибо. Спасибо.